Открытие пешеходного физкультурного маршрута «Кремлевский» торжественно прошло в Центральном парке культуры и отдыха. Отсюда он берет свое начало, проходя через стадион ЦСКА, Лыбецкий бульвар, цирк и Кремль. По пути следования можно заняться спортом, провести время с близкими людьми. Проект создан в рамках федеральной программы «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Такие маршруты, они как раз призваны людям показать, где можно пройти, достаточно безопасно. И интересно, чтобы они могли не только пройти или пробежать, но и посмотреть на какие-то достопримечательности, узнание о них что-то побольше. Чтобы у них был конкретный маршрут и конкретная цель. Вот такой маршрут, как «Кремлевский» первый маршрут, он как раз признан это сделать. Есть у нас и тропа Поустовского уже, она будет продолжена. И такие маршруты тоже будут продолжаться. Сеть активных физкультурных маршрутов Рязанской области – это социально-физкультурный проект, задача которого – вовлечь максимальное количество граждан в систематические занятия физической культуры и спорта. В следующем году запланировано открытие 100 подобных маршрутов в 13 муниципальных образованиях области. А к 2024-му сеть должна охватить весь регион. Рязанцы уже оценили полезность нового спортивного маршрута, на котором можно заняться бегом, спортивной или скандинавской ходьбой, воркаутом. «Спорт становится намного ближе к гражданам, потому что он становится доступным. И рязанцам нужно показывать места, где им можно заниматься спортом. И рязанцы сами предлагают. Я думаю, это системная работа, к которой мы должны все стремиться». Как отметили рязанцы, с каждым годом все больше горожан занимаются спортом, поскольку появляются новые спортивные объекты. «Только за прошедший год в области построили свыше 20 спортивных объектов, в том числе два физкультурно-оздоровительных комплекса. В этом году откроется ФОК в Старожилове, крытый ледовый каток в Рязани, физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Лесном Шиловского района, модернизированный стадион в Ряжске, а также пять площадок ГТО в ряде муниципалитетов регионе. В планах строительство футбольного манежа в Рязани». Что касается сети активных физкультурных маршрутов Рязанской области, этот проект разработан с учетом опыта зарубежных стран. Протяженность первого маршрута «Кремлевский» составила 10 километров. Губернатор региона Николай Любимов отметил, что маршрут будет улучшаться, и первым этапом станет реконструкция моста возле цирка, для того, чтобы под ним можно было пройти пешком. Работы начнутся уже в этом году. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».